Полная инклюзия – это когда ребенок с нарушением зрения или интеллекта сначала посещает специализированную группу в детском саду, потом специальные классы, либо в интернате, либо в общеобразовательной школе. В Сочи с 2014 года стал краевой инновационной площадкой под названием «Инклюзивная практика». В 2017-2018 учебном году детей с инвалидностью в образовательных учреждениях обучается 685 человек. В дошкольных образовательных учреждениях 176 человек. В 9 общеобразовательных школах в 2017-2018 году функционируют 10 классов, реализующих специальные программы для детей с задержкой развития. Всего 106 учащихся. И дети с нарушением интеллекта, 360 учащихся обучаются в нашей школе-интернате. Для каждого ребенка с инвалидностью сейчас выстраиваются равные возможности образования. Для продуктивного, эффективного вхождения ребенка в эту среду, конечно же, нужно выстроить систему его правильного сопровождения. Это и подготовка среды, в которую включается ребенок, то есть вот то самое толерантное отношение к детям с какими-либо особенностями. Это тоже важный момент. Плюс создание специальных условий образовательных, имеется в виду для того, чтобы ребенок получил качественное образование. Это и сопровождение специалистов определенного профиля. 249 педагогов прошли квалификацию по вопросу инклюзивного образования. Увеличилось количество психологов, логопедов, дефектологов, тьютеров в школах и детских садах. Плотнее стали работать учителя с родительскими сообществами, а они тоже не стоят на месте. В этом году три такие сочинские общественные организации подали заявку на получение президентских грантов на развитие ребят с инвалидностью. Говорили во время встречи, что необходимо сделать в следующем году, чтобы распространять положительный опыт инклюзии и в организации психолого-педагогического сопровождения детей. Все это для реализации индивидуального образовательного маршрута особого ребенка. Елена Всексна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.